Казалось бы, риторический вопрос. Стоит ли проводить четверть жизни в электричках и дорожных пробках, чтобы откусить кусочек от сомнительной свежести московского пирога? Однако около полутора миллионов жителей Подмосковья добровольно идут на такие жертвы, ежедневно приезжая в столицу на работу. В этой нескончаемой трудовой миграции Подмосковье теряет ценные кадры, которые были бы полезны его экономике. А между тем, всё должно быть иначе. В Московской области по определению более доступное жильё, несравненно лучшая экология. В Подмосковье совершенно точно лучше жить. Надо сделать так, чтобы здесь было не хуже, чем в столице, работать и отдыхать. По итогам прошедшей в 2014 году 16-й строительной недели Московской области наиболее перспективным вариантом градостроительного развития региона была признана полицентричная модель, предусматривающая создание в поясе от 20 до 50 километров от Москвы самодостаточных агломерационных центров. По мнению ведущих мировых и отечественных урбанистов, Подмосковье имеет отличную возможность для создания множества новых городских образований среднего размера, сохраняя при этом идентичность исторически существующих городов. Для того, чтобы добиться нужного результата, необходимо развивать хордовые транспортные связи, создавать новые центры деловой активности, предоставлять жителям качественные образовательные и медицинские услуги, развивать досуговую и развлекательную инфраструктуру, благоустраивать новые рекреационные объекты для отдыха. Новые агломерации Московской области должны быть устроены так, чтобы привлекать не только деньги инвесторов, но также активных и талантливых людей, которые захотят здесь жить и работать. Промышленно-строительная группа «Гарантия строй» представляет проект комплексного развития островецкого сельского поселения «Островцы-Сити». Особенностью поселения является строительство через всю его территорию скоростной восьмиполосной федеральной трассы М5 «Урал», а также наличие значительного свободного земельного фонда. На 650 гектарах проектной территории будет организовано четыре зоны развития. Зона жилой и социальной застройки, спортивной и рекреационно-парковой инфраструктуры, зона производственной и общественно-деловой застройки. В основу проекта положены принципы сбалансированного развития территории, социально ориентированной инфраструктуры, полной обеспеченности рабочими местами, создания самодостаточной и комфортной жизненной среды. Городостроительным ядром проекта станет территория площадью порядка 90 гектаров. Здесь планируется размещение жилой многоквартирной застройки для 30 тысяч человек. Благоустроенные дворы и придомовая территория, детские и спортивные площадки позволят создать для жителей комфортное жизненное пространство. С учетом ранее сложившегося дефицита мест, здесь будет построен целый комплекс современных детских садов и школ. Жители островецкого поселения могут быть уверены, что им не придется годами стоять в очереди, чтобы отдать своего ребенка в детский сад, а школьные классы не будут переполнены. Крупный амбулаторно-поликлинический центр на тысячу посетителей в смену сможет оказать многопрофильную медицинскую помощь. Отделение дневного стационара на 50 коек обеспечит диагностическое и лечебное обслуживание больным, не требующим круглосуточного наблюдения. Помимо прогулочных зон, предусмотренных проектом жилой застройки, на базе Баулинского лесопарка совместно с администрацией островецкого поселения будет создана новая парковая зона площадью более 25 гектаров. В рамках проекта планируется строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, фитнес-зоной и плавательным бассейном. Наличие на прилегающей территории горнолыжного курорта Боровской курган и гоночной трассы Московское кольцо дополнит разнообразие возможностей проведения семейного досуга для жителей островецкой агломерации. Производственная застройка расположится на площади 240 гектаров. Здесь планируется размещение различных производств, торгово-распределительных и складских объектов. Это должно обеспечить создание около 11 тысяч рабочих мест, из которых не менее 5 тысяч придется на предприятия малого и среднего бизнеса. Для объектов общественно-деловой застройки определена территория площадью около 300 гектаров, на которой появятся торговые молы, фермерский рынок, административно-деловые объекты, которые обеспечат еще 14 тысяч рабочих мест. Таким образом, на территории поселения будет создано более 25 тысяч новых рабочих мест, что позволит обеспечить не только полную занятость собственного населения, но и создать значительный профицит рабочих мест. Это также улучшит ситуацию с трудовой обеспеченностью в близлежащих муниципальных образованиях Раменского района. Развитая социально-бытовая и рекреационная инфраструктура, а также достойно оплачиваемая работа обеспечит жителям поселения комфортные условия для жизни. А в Москву наши люди все равно будут ездить, но только в Большой театр.